Главное предприятие удалось вывести из глубокого финансового кризиса и перевести в ряд стабильно функционирующих. Более чем на 60% увеличилась абонентская база. Заключены договоры с такими крупными потребителями, как образовательный центр «Сириус», ледовая арена для хоккея с шайбой, центр художественной гимнастики. В этом году планируется взять на обслуживание и новых абонентов и взыскать долги со старых, в том числе и в судебном порядке. Актуальной проблемой для водостока по-прежнему остается обслуживание без хозяйных сетей. Часто на территории, где находятся потенциальные абоненты, отсутствуют сети ливневой канализации, либо существующие сети являются бесхозными, в связи с чем заключение абонентского договора невозможно. За отведение поверхностных сточных вод с территории, занятой жилищным фондом, бюджетными организациями, плату МУП не берет. Расходы предприятия не покрываются в полном объеме. У нас тариф самый низкий по стране, который не менялся с 2013 года, уже пять лет. И, естественно, предприятие нуждается в поддержке. Это по поручению главы сделано в 2017 году. Мы в 2018 намерены продолжать поддерживать это предприятие. В этом году водосток планирует принять на баланс без хозяйной сети, приобрести спецтехнику – и лососы, и каналопромывочные машины, организовать мобильные аварийные бригады в каждом районе города. Новая лаборатория позволит МУПу контролировать экологическую безопасность города. Контроль за неканализованными территориями города и отслеживание работы локальных очистных сооружений – еще одна задача, которую ставит администрация Сочи перед предприятием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова